Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощу. Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки. Обратите внимание, какой сегодня прекрасный майский вечерок. Там вдали тучи, а здесь пробивается солнышко. Очень фактурное небо, но красота неописуемая. И город какой красивый. Обратите внимание, насколько прекрасна наша столица. Чистая, вымытая, ухоженная. Вся архитектура восстановлена. Красота неописуемая. Настоящая столица империи великой российской. И мы решили сегодня снять вам кино. Но давно же мы вам кино всякое не снимали. Решили снять продолжение рок-видеоблога номер 76. Под названием «Пора заказывать русские гитары». А то все американские да американские заказываем. Пора русские заказывать. И в этом блоге мы начали показывать вам, как Волощук СД продолжил создание своей морской коллекции. И здесь мы заказали гитару у великолепного московского мастера гитарного Александра Владимировича Анисимова, который делает в нем морского конька. И вот вчера он позвонил мне и сказал, что конек готов. Приезжай, смотри и слушай. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим на это чудо гитаростроения. Я уверен, что это великолепный инструмент. Потому что Александр Владимирович делал инструменты всем нашим рок-звездам. Практически всем. И нагнется дошла очередь до Волощука СД. Вы же понимаете, что я не могу без хорошей гитары. Нельзя. Хейтеры это знают. Очень хорошо, что я не могу без хорошей гитары. Уважаемые товарищи хейтеры, сейчас будете смотреть на чудо русского гитаростроения и слушать. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот мы и подъехали. Узнаете вот эту знаменитую надпись? Ремонт гитар. Здесь прячется великий мастер Анисимов Александр Владимирович. И смотрите, работают с 12 до 18. Но сейчас больше 18. А почему, спросите, вы приехали? А потому что Волощука СД везде ждут. Эту великую рок-звезду ждут зрители, поклонники. И даже великие гитарные мастера уважают Волощука СД и ждут его. Добрый вечер, уважаемые мастера гитаростроения. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Что с рукой? Что с рукой? Где моя гитара? Ну признавайтесь, что прячет мою гитару. Что с рукой у вас? Что с рукой? Бандитская пуля. Хейтеры стреляли по мне. В последнее время прям расстреливали, попали в руку. Теперь хейтеры не смогут насладиться моей виртуозной игрой. И хотели насладиться, а не получится. Нечего было стрелять по мне. Так, где моя гитара? Так, пойдемте. Вот она, а ну, а ну, а ну, а ну, а ну, а ну. Уважаемый любитель рок-музыки, напоминаю, что вот эти золотые руки Александра Владимировича Анисимова сделали мне очередной шедевр в мою коллекцию морских гадов. У меня ж какие, я напомню, какие у меня морские гады в коллекции. Щука, раз. Морская звезда, два. Медуза, три. Рыбаклоун, четыре. И здесь появляется морской конек работы великого мастера Александра Владимировича Анисимова. Ну, пробуйте. Так, куда же, я же хейтеры расстроил уже. Будете вы пробовать, показывать и рассказывать. Уважаемый любитель рок-музык, ну как вам? Так, 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 свет надо не направить. А ну. Ой, какая красота. Да, на самом деле, крышу. Потрясающий инструмент. Офигенный. Офигенный. Морской конек. Сразу вспоминаю детство. Уважаемый любитель рок-музыки. А детство я провел на Тендеровской косе. Это такой черноморский заповедник на Черном море. И вы знаете, самое смешное, что мы всегда пытались поймать морского конька. Они такие шустрые. Вот ты так берешь его, вот он, прям вот ты, прям он вот здесь вот. Опа, держите. Ты его так в воде, он вот так вот здесь стоит. Ты уже его вот так вот, так вот, так вот, потом только остается сжать. А он только раз, и вот здесь. Поймать его невозможно. Такой он шустрый. И я уверен, что эта гитара сделает из меня виртуоза. Я буду такой же шустрый, как морской конек. Да. Рассказывайте, Александр Владимирович, рассказывайте. Что рассказывать? Про этапы большого пути создания этого великолепного инструмента. Как это загорел? Мы строили, строили, и наконец построили. Ну что, давайте поиграем. Не, я бы все-таки хотел, чтобы наши уважаемые зрители узнали, из чего он сделал. Какие накладки, какой материал корпус, какой материал грифа, какие звукосниматели, какой бридж какой. Выдаем тайны, да? Выдаем. Ну, значит, идея была такая вот, на базе Паурицмита. Да. Сделать инструмент, но с таким оригинальным, повторю, вкреплением. Ну, вот, здесь еще есть одно крепление вот сюда вот, дотягивает. Значит, ну, задняя часть. Я сюда стану, с Вашего позволения. Это тополь, такой вот красивый, тонированный. Да. Ну, а это клён. Колки хипшот. Угу. Значит, крышечка, ну, все там металлизировано. Крышечку, я смотрю, вы сделали прямо из дерева. Ну, это прямо отсюда. Прям отсюда. Не металлическая, как обычно, уважаемые любители рок-музыки. Вот спустя рукава во всяких гибсонах делают, берут железную крышку, а тут, смотрите, дерются. Ну, изнутри она металлическая, конечно. Ну, это чтобы... Вот, а сверху клён. Клён тоже такой вот, такого вот орнамента, зеркально, две половинки. И этот же материал идет по накладке. Угу. Ну, здесь... Уважаемые любители рок-музыки, я надеюсь, вы узнали инициалы? ВСД. А ну, признавайтесь, кто не узнал. ВСД. Волочук СД. Вот оно. Ну, бритч-шалер. Значит, здесь, там, внутри тоже все очень красиво. Там стоят СТС потенциометры с отсечками. Можно сеньгу убивать. Класс. Значит, датчики, это кастомовые барнаклы. Их изготавливали на заказ специально в Англии. Целый месяц ждал. Уважаемые любители, раскрывать не буду. Это было еще до того, как они записались к нам во враги. Мотали. Мотали. Барнаклы мотали. Интересных рамочек я не нашел. И поэтому сделал их из палисандра. Вот этот палисандр. Ну, по-моему, очень достойно. Они встали четко. Они прям выглядят лучше, чем пластиковые или металлические. И по тону, и по размеру, и по всей этой обработке. И они там проклеены, чтобы не сломались. И я думаю, это просто красота. Звук у нее очень богат. Она даже звучит как арфа. Звучит без подключки. Ух ты. То есть, сустейн прекрасный. Ну да, у нее все тут в порядке. Значит, внутри сделана выборка. Вот так вот, как легкий. Вот так, вот так вот. И вставлено очень легкое дерево, типа бальза. Только тоже топает. Показать не могу. Понятно. В общем, для чего? Чтобы ее облегчить. Но при этом не создавался акустический эффект. Чтобы она не полуакустика, а цельная. Это применяет гипсом в модели студия. Она тоже такая пустая внутри. Но вставленная на дерево. Офигенно. Ужал вместе. А анель красивее. И бридж хороший. Нековый звук обалденный. Да. Ну, есть у нее сингой. Не потише, потому что это одна горнушка половины. Я помню. И тут тоже есть. Хороший звук, кстати. Ну, и можно ее жужжалкой. Она, короче, рукавая. А, ну, ну, ну. Она слежа только взяла и говорит, что улыбалась. Ну, ваш, ребята, поиграет, вот на это, поценит. Я думаю, что очень оценит. И, конечно, я думаю, что улыбалась. в общем здесь никуда лазить не надо это уже отстроено и нам он блокируется снизу блоки вот этих ходов нет у него очень хороший бридж от шаллера к сожалению шредер я не смог купить в англии не прислали они жалко но он принципе точно такой же только у него дизайн другой возможно следующих релизах моего купим а великолепный инструмент александр вот как вы превзошли самого себя что вас вдохновило на такую прекрасную работу я надеюсь у вас есть муза есть теперь я понимаю что есть прекрасный я что-то меня дернул зайти на виду посмотрю посмотрю у вас там чехол не дать ей расскажу а ну смотрите у меня хоть рука больная но я во все равно возьму этот инструмент руки мне очень нравится конек но прямо вписался туда уважаемые любители музыки ну согласитесь что коллекция морских гадов пополнилась великолепным экземпляром завтра наши гитаристы будут опробовать ее в боевых условиях на репетиционной базе я думаю что всем понравится да я уверен обалденно но цвет не так нравится этот цвет хорошо что мы тогда этот цвет да он сам не станет не ставим такой там вышел естественно такой болотный классный очень красивый хороший серенький вот этот кантик у меня первоначально была другая задумка но потом я все таки вот решил вот так вот так вы говорите что все будет плохо все будет великолепно готовьтесь мы скоро будем выступать на рок-фестивалях в июле в августе поэтому не пропустите и не забудьте купить билеты на выступление рок-группу влачука sd они сомневаются не сомневается вот то есть вот этот ключик это для вот этой гаечки поднимает гаечку для чего для того чтобы она сжала вот эти тисочки вот этот бы что он не болтался а вот здесь есть отстройка но вам здесь ничего делать не надо но все отстроено есть только менять струны и все я мизура выставлено высота оптимальная гриф анкер я все поправил я очень надеюсь что он не будет реагировать на погоду потому что он полтора года и делом висела поедину если чего я на обслуживание уважаемые любите вы видели такие ключики да не видел а тут меня вручили именной нельзя я приехал я им даже можно что-то это подцепить хорошо класс 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 она ремешок ремешок мишу какие стрэп-локи там стоят ну вот единственное они внутренние тут ну это сперка ничего другого не оденешь кроме зато красивым ну если чего ну так он как раз подходит прям вообще вот я отличный снимать помните да нажимаете так что будем зажигать внутри открыть показать но открывать здесь не шурупчики уважаемые любители рок-музыки а сейчас вы увидите тайну за семью печатями или сколько там за тремя печатями за тремя болтами за вот этой прекрасной накладочкой деревянной вы увидите внутренности для того чтобы мне эту крышку сделать мне пришлось делать его толще а потом спилить до чтобы эту крышку чтобы не совпали вот видите внутри там в принципе чаще чем-то достать его так очень тонкая филигранная работа ну по-моему все замечательно супер аккуратненько все все хорошо провода хороший пайк нормально сетес тоже такие хорошие качественно дорогие потенциал это с пушку и самое главное уважаемые любители рук музыки вот понимаете когда с душой делается туда же полость сделано в виде сердца в виде сердца которая великий мастер дарит свое сердце свою душу волочек вкладывает инструмент я решил вот так все сделать но делать там нечего лазить туда конечно здесь шестигранички это может неудобно но с другой стороны она так аккуратно там состоят соответственно втулочки то же самое там под ними тоже вставлены втулки с резьбой латунные все это крепко и здесь какая штука значит сначала собирал ну когда собирается гриф с корпусом там есть я говорил есть такая же болтик он в пятку входит там в тоже что сначала стягивается гриф с корпусом вот так плотно и после этого фиксируется здесь по моим так сказать убеждениям это лучше для гитары плане звука когда по торцам у нас для мы втягивается ну можно было отсюда притягивать это так дело берешиха и басист вот я тоже применил эту технологию я думаю ничего страшного в этом нет но зато крепче здесь держится здесь держится в плане касту конструктивно вот это место вот здесь он тут стоит вот так внутренние строплоки все крепенько вот если надоест заходите например можно поставить ну и знаменитый порожки с титана я что-то думал думал думать что же сделать и кости как-то банально вот эти графит тоже как-то а тут я думаю стоп у меня есть же титан ну дать я попробую подоточиться я полдня его точил всем потом с меня сошло но зато было за что бороться красота неописуемая александр владимирович дайте я пожму ваши золотые руки потому что золотым рукам когда прикасаешься уважаемые любители рук музыки то вот это передается и тебе твои руки тоже становятся золотыми начинают придумывать потрясающие рифы до пота оно случилось офигенно инструмент просто потрясаю я вообще я сам не могу реально шедевр на фиге таком потому что мне прям очень потому что помимо звуковых качествах здесь прекрасно звуковые качества тут еще и эстетика потрясающе ромка кузьмин взял такой ух ты это ночью играет потом поиграл такой болинка царе год она ведь лучше чем позиция он хорошо у них разбирается он на них долго сидел ну что ж уважаемые любители рок-музыки я теперь со спокойной совестью еду сочинять шедевры я уверен теперь с вас в песне я уверен я не то что уверен я это знаю что каждая гитара дарит мне свои мелодии я уверен что эта гитара подарит них множество я думаю да у нее большой потенциал вот видите золотые руки не дадутся врать смотрите там держитесь запечатывайте мы поедем мы поедем опробовать ее в бою из жизни русской профессуры жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер вала щу